Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафиком. Немножко рынка, овощи, фрукты, торгуем. Холодно у нас стало, немножко температура опустилась. Вот, я все знаю, во всем разбираюсь, во всякие вещи вникаю. А у меня есть жена Этери Персик мой, который тоже хочет все знать и во все вникать. Поэтому вопросы мне задает Этери. Что ты меня спросил в последний раз? Алик, что происходит? Я слыхала. Облавы делают на мобильной голове. Да-да-да-да-да, вот это ты правильно кричишь, шумишь, вот здесь я тебя поддерживаю. Ну, короче, такие вещи стали происходить в социальных сетях. Стали появляться видео, как сотрудники полиции в Москве, и это работники военкомата, и в Питере в том числе, ловят людей. Да, облавы просто производят. А вот на метро, на остановках, на выходах у торговых центров в Питере, в подъезде, жилого дома, там устраивают какие-то заслоны, засадики, чтобы людей ловить. Им говорят, вот тебе повестка, ты должен прийти, человек ничего не понимает. Не верите, вот посмотрите сами, ну. Вот эти вот граждане в данный момент оформили мне только что повестку, около входа в метро Первомайское, и дают ее мне в руки. Представьтесь, пожалуйста. Старший участковый полномочий на Селютин Владимир Олегович, отдел полиции Измайлов. Спасибо. У нас утро начинается вот так вот. Это мой дом, я имею право снимать. Снимать, снимать. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит в 7.30 утра. А вы кто вообще? А вы кто? Я здесь живу. Молодцы, я бы рад за вас. А вы кто? Какая разница? Представьтесь, пожалуйста. С чего вдруг? Ну, что вы здесь делаете? Что я здесь читаю? Смотрите, а у вас кто здесь вообще есть? До свидания. Вот посмотрите, пожалуйста, повестки. Вы женщина, у вас есть мать? У вас есть дети. А чего это вы стесняетесь? Почему вы очень тормозите? Просто вы вообще кто? На основании чего вы здесь находитесь? Успокойтесь. Успокойтесь. Идите свои дороги. Если вы не согласны, что-то можете написать заявление. Да, я не согласна. Вот такие вот люди. Короче, через какое-то время, через пару-труйку часов, это московский военкомат отреагировал, сказали, мы ничего не знаем, ничего не понимаем, мы этими такими вещами не занимаемся. Это просто оперативно-различные мероприятия, они все время проводятся. Ну, и одновременно, почему бы повесточку не вручить кому-то, кто уклоняется? А в целом мы этим прямо не занимаемся. Вот, правда, уже этот сенатор Клищес, он сказал, что такие вещи незаконны, облавы, потому что повестки нужно вручать конкретному лицу по заявлению военкомата. И нужно с этими вещами разобраться. Да. Ну, конечно, сейчас они будут крутиться, вертеться, выгибаться, перекувыркаться. Я что хочу сказать по этому поводу, да? Вот три недели назад почти Владимир Владимирович подписывал документы в Кремле договор о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик. Вот. Однако, в свете последних событий, я должен подкорректировать немножко эту формулировку. Получается так, что это не Луганская и Народная республика и Донецкая входили в состав Российской Федерации, а это Российская Федерация входила в состав Луганской и Донецкой народных республик. Поэтому мы начинаем жить по их понятиям, законам и нормам. Мы гармонизируемся с ними. И поэтому у нас, судя по всему, скоро будет большая Российская Народная республика. Вот так я это понимаю, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!